В резервах при Тамбове на случай весеннего подтопления находится 256 единиц техники, в том числе грузовые и легковые автомобили, автобусы, специальная и инженерная техника. На участках, где есть особенные риски потопа, провели необходимые работы. На данный момент мы сейчас уже совершили работу по расчистке водоотводных каналов. У нас есть водоотводный канал, который находится в деревне Лужки. Там у нас самая подтопляемая территория, оттуда вода идёт с полей. Там мы начали работу по расчистке водоотводного канала, чтобы у нас вода уходила в более безопасное место, не к жилым домам. И у нас в основном подтопляемая территория – это Заря, микроэн Заря. Там мы тоже сейчас совершаем работу по расчистке водоотводных каналов, водоотводных труб. Силы Тамбовского района в борьбе со стихией представляют аварийные службы, а также группы специалистов местных администраций. Общим составом почти 430 человек. В резерве семь лодок, спасательные круги и жилеты, мотопомпы и насосы. По оценкам экспертов, прямо сейчас на разных территориях Тамбовской области толщина снежного бокрова составляет от 110 до 170 процентов от нормы. То есть снега больше, чем ожидалось. Но станет ли снежная зима угрозой весной, решать сейчас только погоде. Всё зависит от интенсивности таяния выпущего снега. Если будет плавный переход с плюса на минус, то паводка пройдёт в штатном режиме. Но если будет интенсивное таяние такое, как было в 2013 или 2018 году, то зоны потопления будут в первой области. На прошлой неделе подобные смотры уже прошли в городе Маршанске, Маршанском, Мичуринском и Гавриловском районах. Павел Юрасов, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей.